Звезда Хотел бы я знать, когда она откроется. Интересное сообщение. Комета изменила свое направление и двинулась на Землю. Глаз Божий освещает ночное небо. У этой девочки две деревяшки вместо ног. Сегодня в пропороде. Солом четвертый, стих пятьдесят первый. Врата рая. Богатстве и бедности. Болезни и здравия. Пока смерть не разлучилась. Нам не было, кажется. При виде этих витражных окон хочется преклонить колени. Здесь какие-то бумаги. А вот статья о местном проповеднике от Сео Туле. Святой отец утверждает, что комета – это гнев Господа, который недоволен тем, что происходит в нашем городе. Допрос мужа погибшей. Здесь говорится, что Нерлин Дрисколл была обнаружена в ванне с перерезанными венами на обеих руках. Полиция допросила ее супруга Джедда. Почему эти двери заколочены досками? Черт, ненужный хлам. Фу, заплесневелый лимонад. Волна детской смертности заплеснула весь мир. Эксперты не в состоянии определить причину этого ужасающего феномена. Нам ничего не остается, кроме как жестко поставить вопрос, когда мы перестанем терять наших детей. Меня по-прежнему одолевают видения. У ребенка лишняя рука. Как тебя зовут? А тебе-то что, болван? Да так, ничего, ничего особенного по сравнению с тем, чтобы окунуться в речку. Понятно? Да ладно вам, мистер, что вы сразу так? Я просто пошутил. Меня зовут Деннис, Отул, а вас? Меня зовут Макс. Ага, теперь все понятно. Какое дурацкое имя. В газетах упоминается святой отец, Отул. Ты ему не родственник? Да, это мой папаша. Я бы хотел поговорить с твоим отцом. Он где-то здесь? Да, где-то здесь. Но ты не сможешь поговорить с ним. Почему нет? Потому что это может только мамочка. Только мамочка, ты хочешь сказать, что тебе не разрешают увидеться с твоим собственным отцом? Точно. Мамочка говорит, что они сначала должны научиться воспитывать детей. Так что мы держимся от них подальше. А где они? Ты за кого меня держишь? Я тебе не стукачу. Это церковь твоего отца? Угу. Это церковь святого Михаила. Я не встретил ни одного взрослого в городе. Где твои родители? Где все взрослые? Мамочка позаботилась о них. Я бы на твоем месте поостерегся. Ты, между прочим, единственный взрослый в городе. А мамочка не любит взрослых. Ты советуешь мне поостеречься? С меня довольны тебя и твоих угроз, мамыш. Ну, вообще, успокойтесь, мистер. Я просто намекнул, чтобы вы были осторожнее и все. Добрый день, юная леди. Как вас зовут? Эллен Белли. А как вас? Меня зовут Макс. Очень красивое имя. Ты играешь в крестики Нолик из Джесси? Да. Она считает тебя лучше всех, но я выиграла у нее семь раз. Как тебя зовут? С тех пор, как все ушли взрослые, меня называют Горбуном. А у тебя есть другое имя, настоящее? Мое настоящее имя Лэри. Но так меня никто не называет. А как тебя зовут? Меня зовут Макс. Я читал городские газеты, и мне попались статьи о человеке по имени Джедда Дриско. Мне очень жаль, что ты потерял свою маму. Но если твоя мама умерла, о какой мамочке ты постоянно твердишь? Она моя новая мама, и она обещала мне, что никогда не уйдет от меня. Как она может обещать такое? В том смысле, что мы все рано или поздно уйдем? Вот и нет. Мамочка сказала, что мы будем жить вечно, после того, как она закончит свою работу с нами. Лом может пригодиться. Боже мой! Столько тел! Это ужасно! Разлагающиеся трупы. Это родители. Если спросить об этом детей, они могут сильно расстроиться. Не знаю почему, но от их пения мне становится не по себе. А почему вы, дети, собрались на кладбище? Потому что нам здесь нравится. А остальная малышня просто боится играть здесь. Почему? Во что вы играете? Детские игры. Например, кресельки, нолики, прятки играем тоже. И мы это делаем лучше всех. У нас даже есть специальный приз. А что это за приз? Ключи от городской лавки. Там столько всякой всячины. Это наш форт. Там наши сладости. В общем, все. А почему вы думаете, что умеете играть лучше всех? Потому что у нас есть секретное оружие. Правда? А что это? Если я скажу тебе, это уже перестанет быть секретом. Можно мне поиграть с тобой в прятки? Да. Если тебе не терпится всем продемонстрировать, какой ты здоровый, толстый неудачник. Именно так, юный хулиган. Молись, чтоб я не нашел тебя. Начнем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова